Мурманская областная больница имени Баяндина. 12 детей с рожденными пороками сердца получили эндоваскулярное лечение. Операции провел опытный столичный хирург Анна Чайникова подробнее. У меня скорой пищет. А домой ты хочешь? Да. Я скучаю. Несмотря на то, что маленькая Саша провела в больничной палате всего несколько дней, она уже поскорее хочет отправиться вместе с мамой домой. А еще, чтобы пришла тетя в белом халате и убрала установленный в ручке катетер. Он мешает девочке играть любимыми куклами. Врачи пообещали, что скоро желания Саши осуществятся. Все замечательно. Поступили мы 3-го числа. Вчера уже 4-го нам все сделали. То есть все это очень быстро. Естественно, ребенок боялся, ну и мама боялась. Но все хорошо. Я думаю, что все хорошо. У нас в понедельник уже вывешут. Через некоторое время Саша и вовсе не вспомнит, что когда-то врачи закрыли в крошечном сердце отверстие, мешающее нормальному развитию ребенка. А все потому, что сейчас такие сложнейшие операции выполняются малоинвазивным способом, то есть через небольшой разрез в области паха. Ранее такие операции выполнялись в основном с использованием искусственного кровообращения, когда выполнялась остановка сердца, разрез на грудине, разрез на сердце. Сейчас эти операции занимают буквально 15 минут. Через 15 минут у ребенка полностью излеченная перегородка. Через 3-6 месяцев ребенок может вернуться к своей полноценной жизни, к своей физической активности. Вот так быстро опытные хирурги могут избавить ребенка от врожденного порока сердца. Серьезнейшие аномалии, приводящие к нарушению нормального тока крови. Только руками Ашота Григорияна в Мурманске выполнено уже порядка 70 операций по исправлению этих дефектов. Хирург приезжает в Заполярную столицу уже в шестой раз, чтобы спасать детей от страшной патологии, смертность от которой очень высока. Частота порядка 1% таких пороков и актуальность их хирургического лечения своевременного подтверждается тем, что в структуре смертности врожденные пороки занимают первое место у новорожденных. Ещё недавно деньги на такие высокотехнологичные операции приходилось собирать неравнодушным людям. Благодаря благотворительным фондам дети, родившиеся с пороками сердца, имели шанс на помощь. Но ждать, пока наберётся нужная сумма, иногда возможности не было. Счёт буквально шёл на часы. Поэтому с 2019 года детей оперируют за счёт регионального бюджета. Средства на такие операции, они из бюджета выделяются регулярно, выделяются в полном объёме для того, чтобы покрыть всю возникающую у нас потребность. В таких операциях, ну, сами видите, да, что несмотря на пандемию, вот это оказание высокотехнологической помощи у нас продолжается, и мы это не останавливали. В этот раз врачи помогли 12 маленьким пациентам. Хирурги не только сохранили детям жизнь, но и повысили её качество, что очень важно в условиях Крайнего Севера.